Приема синтезита, да, я его первый раз принимал. Вот в течение подготовки были очень сильные нагрузки, как обычно. И я ощущал, то есть, ну, такой прилив сил, дышалось хорошо. Ну, вот на фоне длительных нагрузок наступала такая усталость, может, апатия. Но это вот первые признаки перетренированности. В эту подготовку, то есть, все прошло довольно-таки гладко. То есть, ну, понятно, была усталость, но, скажем, самочувствие и ощущение от приема, то есть, они были довольно-таки яркие. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы на ресурсе синтезита. На этом ресурсе люди, кто принимает биоактивный минерал, делятся своими результатами. Это бывают обычные люди, это бывают врачи, это бывают профессиональные спортсмены. И сегодня как раз у нас такой случай. У нас в гостях Андрей Корешков, победитель недавнего чемпионата SFC4. Это промоушен турнир Александр Шлеменко. На третьей минуте и 39 секунде второго раунда победу техническим нокаутом одержал боец красного угла Андрей Спартанец Корешков. Андрей, в общем, еще раз здравствуй, пожалуйста. Расскажи, сколько ты принимал синтезит и какие у тебя есть результаты субъективные и объективные. Что ты можешь сказать об этом минерале? Привет. Синтезит я принимал около месяца в течение подготовки. Ну, такой активный, даже, наверное, больше месяца полтора я принимал в течение подготовки к моему последнему бою. И ты знаешь, из опыта моих многих подготовок в связи с сильными нагрузками анаэробными у тебя в организме сгорает железо. То есть его становится мало. И это сразу ощущается на тренировках. То есть дышится плохо, не хватает кислорода. Ну, попросту, если вот так вот объяснить вкратце. Ну, и просто общее самочувствие такое, вялость, как бы, ну, уже начинает казаться, как будто ты перетренировался. Ну, это такие первые симптомы. Вот. И из моего опыта, то есть, вот, приема синтезита, да, я его первый раз принимал, вот, в течение подготовки были очень сильные нагрузки, как обычно. И дефицита железа не было вообще, потому что я на протяжении, там, нескольких недель сдавал анализы. И показатели железа у меня были на максимуме. Вот. И, в принципе, самочувствие такое же было, да. И, то есть, на самих тренировках, там, перед тяжелыми тренировками, да, я загружал его чуть больше. То есть, там, вместо одной капсулы, две капсулы. Ну, в принципе, как рекомендуется для приема спортсменами. И я ощущал, то есть, ну, такой прилив сил, дышалось хорошо. Ну, вот, в принципе, и все. Как бы, ну, я добавочкой доволен, потому что, ну, вот, если сравнивать с другими переральными какими-то добавками, там, ну, аптечными, там, еще какими-то, никакие они не дают, ну, вот, такого результата. Потому что на дефиците железа у меня уже это, ну, много раз было за историю подготовок. И вот начинаешь принимать именно вовнутрь, ну, никакого такого эффекта не дает. То есть, ты неделю пьешь, сдаю анализ, и, в принципе, показатели, вот, какой был, такой остается. Ну, максимум, там, на единичку увеличится, да. А приходилось внутривенно, то есть, его загонять, чтобы быстро как-то, ну, вот, этот дефицит убрать. Да, это получалось, но это не всегда удобно. А здесь, как бы, ты просто выпиваешь таблеточку одну в день, и, в принципе, вот, я говорю, первый раз такое, что я пью эту добавку, и железо постоянно на максимальном уровне. То есть, ну, там, я не помню, анализы, там, 29-31, ну, что-то такое. Я понял тебя, да. Скажи, пожалуйста, вот, ты принимал, получается, одна, максимум, две капсулы. Какой у тебя вес? Вот, в каком весе ты выступаешь? Я выступаю в весовой категории 7,7 килограмм, ну, вот так вот, в течение подготовки мой вес примерно 84-85 килограмм. Да, уважаемые зрители, обратите внимание, то есть, мы обычно рекомендуем Синтезит, да, вот, если вот Андрей говорит вот про этот продукт. Вот сейчас мы выпустили вот в такой форме, это тоже Синтезит, тот же самый, что и в черной банке, просто мы убрали надпись железа, да, потому что, ну, сейчас я объясню, почему. Вот, Андрей принимал по одной, две капсулы, то есть, когда тяжелые тренировки, две капсулы, когда, так, не очень тяжелые тренировки или обычный день, одна капсула. Мы рекомендуем принимать одну капсулу на каждый 60 килограмм веса, то есть, обычному человеку, когда нет, нет серьезных нагрузок. Но в данной ситуации мы видим то, что вот, как бы, каждый организм индивидуален, да, у нас есть случаи, когда 100-килограммовые люди принимают одну капсулу, им этого хватает. У нас есть, когда 70-килограммовая девушка принимает три капсулы, ей это нормально, вот, то есть, уважаемые зрители, дозировку под вас, вы ориентируетесь на свои личные ощущения, да, то есть, хватает вам энергии, высыпаетесь ли вы хорошо, как у вас пищеварение, как у вас настроение. Вот, соответственно, то есть, регулируя дозировку, вы можете определить наиболее подходящую дозу Синтезита, начиная где-то вот с третьей недели приема, потому что первая-вторая неделя, так сказать, загрузочная неделя, организм пока начинает раскачиваться, и потом уже наступают эффекты определенные. Вот, что касаемо железа и новой упаковки, да, вот хочу обратить внимание, то, что все спортсмены, они читают железо, 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 вот мы убрали с этой упаковки надпись железо, почему, чтобы, то есть, если взять, допустим, обычную добавку с железом, там примерно где-то 20 миллиграмм в среднем дозировка на одну таблеточку, допустим, или на капсулу, 20 миллиграмм. Одна капсула Синтезита содержит всего 800 микрограмм, это даже нет одного миллиграмма, то есть, как источник железа Синтезит рассматривать не стоит. Почему Синтезит работает на восполнение железа? Когда Синтезит поступает в организм, он восстанавливает пищеварение. Соответственно, восстанавливая пищеварение, восстанавливая питание кишечника, питание клеток кишечника, кровоснабжение клеток кишечника, спортсмен или обычный человек, кто спортом не занимается, он восстанавливает всасываемость веществ из кишечника в кровь. И таким образом нормальное железо, обычное железо, обычный кальций, магний и другие микроэлементы начинают нормально поступать и нормально усваиваться. То есть синтезит помогает повысить уровень железа не за счет того, что в его основе находится особая биоактивная, уникальная форма железа, а за счет того, что он в том числе восстанавливает кровоснабжение кишечника. Это как бы важно понимать. Хорошо. Андрей, у тебя достаточно большой опыт выступлений. В 2014 году ты гран-при Кубка Беллатр выиграл, в 2015 году ты чемпионом Беллатра стал. Это по ММА такой чемпионат, единоборство смешанное, уважаемые зрители, кто не знает. Со скольки лет ты тренируешься, чтобы люди понимали опыт и сколько тебе лет сейчас? Сейчас мне 32 года, исполнится через месяц, полных 31. Занимаюсь спортом я с неполных 9 лет. То есть, тренируюсь достаточно долгое время, больше 20 лет. Да, это получается, да. 23 года ты в спорте находишься. Конечно же, есть чем сравнить, уважаемые зрители. Если сейчас нас смотрят спортсмены, то вы должны знать, что синтезит изначально это препарат, который разрабатывался для восстановления здоровья, получения жизненной энергии. Но так как он восстанавливает здоровье, он помогает восстановить характеристики организма любого человека, поэтому для спорта эта добавка тем более уникальна, потому что она помогает увеличить, как Андрей говорит, дыхалка, да, это выносливость. То есть, ты перестаешь при максимальных нагрузках задыхаться, у тебя хватает энергии, выносливости. Почему? Потому что синтезит в том числе разжижает кровь, разлепляет эритроциты, то есть делает истинное разжижение крови, способствует насыщению крови кислородом. И что очень важно для спортсменов, в подготовительный период не было недомогания, Андрей? Не, не было. То есть, я опять же повторюсь, чувствовал себя на удивление хорошо. А обычно бывали во время нагрузок какие-то проблемы, то есть могло иммунка происходить? Ну, не то чтобы на фоне длительных нагрузок наступала такая усталость, может, апатия, но это вот первые признаки перетренированности, связанные с дефицитом железа. Вот в эту подготовку, то есть все прошло довольно-таки гладко, то есть, ну, понятно, была усталость, но, скажем, дефицита железа не было, и самочувствие, и ощущения от приема, то есть они были довольно-таки яркие. Да, отлично. Это я вот что хочу обратить внимание зрителей, ваше в том числе, в том, что синтезит, действуя на кровотворную систему, то есть на стволовые клетки, он помогает восстановить их нормальное количество. Вот. И а стволовые клетки – это что? Это клетки иммунитета в том числе, это новые эритроциты. И когда вот на максимальных нагрузках, получается, синтезит помогает решить одну из основных задач спорта. То есть в спорте, в большом спорте, есть две основные задачи – это скорость созревания эритроцитов и новые лимфоциты, да, чтобы не было вот этой перетренированности, чтобы иммунная система успевала справляться. Вот. Поэтому, так как синтезит помогает нормализовать количество стволовых клеток, улучшить кровоснабжение костного мозга в том числе, соответственно, спортсменам меньше шансов заболеть, то есть больше шансов вывести максимальные нагрузки и подойти к соревнованиям максимально здоровым, в хорошем настроении, с хорошим пищеварением, с хорошей активностью – это, соответственно, дает больше шансов на победу. Естественно, друзья, спорт – это не всегда ваша тренированность, да, это еще определенный момент удачи, потому что можно иногда пропустить удар, не увидеть удар, можно иногда подскользнуться, можно иногда споткнуться. В каждом виде спорта это есть. Вы видели, как и велосипедисты-чемпионы падают наверняка на каких-то соревнованиях. Но этот фактор, фактор здоровья, фактор выносливости, фактор энергии, Синтезит поможет сделать, а уже удача это за вами, как говорится. Хорошо, Андрей, если есть что-то добавить, можно еще послание к нашим зрителям, может быть, какой-то призыв к спорту или пожелание какое-то. Ты знаешь, по добавке добавить мне нечего, потому что, в принципе, я уже все сказал. А так, для всех зрителей, кто посмотрит, занимаетесь спортом, ведите здоровый образ жизни, следите за своим здоровьем, будьте здоровы. Спасибо большое. Вы с Александром Шлеменко, с Алексеем Горецкой делаете большое дело. Показываете хороший пример, что молодые ребята должны заниматься, развиваться. Это наша страна, это все мы, и никто нам не поможет, кроме нам самих, как говорится. Так что спасибо вам большое. Уважаемые зрители, если вам понравилось это видео, конечно же, ставьте лайки, делитесь со своими знакомыми, друзьями, кому это может быть интересно. Всего хорошего. До свидания. До свидания.